Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 января. Раз уж я сюда села за стол, раз уж штатив поставила, я сейчас расскажу вам еще, поговорим еще на одну тему. Вот когда я говорила, что нужно список составлять в январе, все закупаться, приготовить. Конечно, вот эти видеоролики, они больше направлены в помощь начинающим. Все опытные-то огородники, они давно знают, что им покупать в магазине, какой список писать. Но начинающий человек, вот, например, прослушав какой-то видеоролик, что перед посевом нужно семена протравливать. Он садится и думает, ну а чем протравливать? Придет в магазин, там средств этих для протравливания огромное количество. Я хочу сейчас еще раз более подробно рассказать, как выбирать протравливатель для семян. Потому что дезинфекция семян, это действительно, это вот самая первая операция предпосевная. Мы до нее семена вообще не трогаем, не стимулируем, не увлажняем ничего. Сначала нужно протравить, то есть с поверхности семени убрать все возможные и невозможные вот эти вот патогенную микрофлору. Все бактерии, чтобы она была прям чистенькая, стерильная. И когда вы такое семечко посеете в чистый такой же протравленный грунт, обработанный, то будет прекрасно, рассада будет здорова, не будет никаких у вас ни корневых гнилей, ни черной ножки, ни впоследствии фитофтура. Ну, там, конечно, еще нужно обрабатывать. Так вот, про дезинфекцию. Я вот в ссылке к этому видео, в описании к этому видео скину ссылку прошлогоднего моего видео, где я все эти баночки, коробочки выставляла и рассказывала. Но нынче я уже не буду подробно никаких дозировок, ничего говорить. Вот это видео у нас будет принцип выбора средства. Это очень важно, потому что средств очень много. Вот от простого к сложному, разной жесткости или мягкости, можно сказать, разного действия мы обрабатываем. Мы обрабатываем, протравливаем семена обязательно средствами с фунгицидными действиями. Фунгицид, это как-то переводится убивать, убивать. Они должны обязательно убивать. Не путайте их со стимуляцией, не путайте с эпином, вот с этим вот где-то, я показывала, с энергеном. Это совсем другое. Это стимуляция, это пробуждение семечка, бах, и оно просыпается. А фунгицид, это обеззараживание. И вот средства фунгицидные, конечно, вы все знаете. Этот тот же самый, и медный купорос, и марганцовка, и перекис водорода, и народное средство, и водка, и всякие. Вот этот же вот привикур, про который я только что говорила. Но вы должны сесть, и перед тем, как написать список, какие вам нужны вот эти протравливатели, вы должны подумать, насколько ваши семена предположительно заражены вот этими вот патогенной микрофлорой. Я сразу скажу, что я уже давно, много-много лет не протравливаю семена сильными средствами, потому что у меня много лет нет фитофторы. И как я предполагаю, что они не заражены вот этими бактериями, но все равно. Обработку я провожу, сейчас расскажу почему. Потому что все-таки любые семена мы не можем глазом определить. Обычно те семена, которые мы собираем во второй половине лета, август, сентябрь, когда уже есть такие все предпосылки для появления вот этих всяких заболеваний грибковых, мы не можем иногда глазом заметить. Мы вот выбрали помидорку, она сама вроде бы целая, но если где-то там уже внизу на листьях начала вот эта фитофтора, они эти, как сказать, вот эта патогенная микрофлора, она может проникнуть уже, может быть уже во всех частях растения. Все-таки я советую семена обрабатывать, протравливать перед посевом все. Хоть они свои, которые вы считаете, что они чистенькие, хорошенькие, все-таки лучше предохранить их от возможной, от такой. И еще после вот таких вот протравливателей, вот я сейчас пользуюсь которым, они у них, у самих растений больше сопротивляемость уже к другой болезни, которая придет уже не семечко, а откуда-то извне прилетит. Все, значит мы решили, что протравливать нужно. Не протравливать только те семена, которые уже в фабричных условиях обработаны, которые написано, что не надо ничего делать, они уже там обработаны и покрыты чем-то, может быть, какой-то оболочкой. Все, протравливаем. Раз мы решили протравливать, мы должны теперь подумать, да, вот про эту, про предполагаемую, были ли взяты они с больных, или все-таки вот как у меня, я говорю, что не было никаких признаков болезни, и не стоит тогда травить их сильными средствами. Я вам сразу скажу, я прошла все, и марганцовку, и водку, и перекись водорода, и медные купоросы, все. Ну, конечно, за столько лет, что уже больше 30 лет, пробовали все. Раньше вот этих, конечно, новейших не было. Была самая простая марганцовка. Сразу скажу, у меня с марганцовкой был горький опыт, и после того года я не стала ей больше пользоваться, хотя пользоваться ей можно, мне нужно было просто в следующий раз дозировку более внимательно подобрать. Я вам сейчас расскажу, что у меня произошло. Мы же обычно этот грамм не вешаем, вот, который, дана дозировка, 1 грамм на 100 миллилитров, 1 грамм. Мы его обычно не вешаем, мы всегда делаем на глаз. А обычно весной, когда торопишься, и когда я занималась массовым выращиванием рассады, я вот взяла один сорт, прям много в стакан, другой сорт в стакан, на глаз налила марганцовки, прям сухими, все, ушла, где-то замешкалась, захлопоталась, они перележали дольше, чем нужно, и когда я их вытащила, промыла, посеяла, потом долго ждала всходы, не взошло ничего. Было, что обидно, что это были семена для массовых посевов, то есть каждый лоток по 300 семян, я лотков 10 или 20 разложила, мне было жалко просто свой труд. Долго их ждала, потом все равно пересевать пришлось. И потом, когда я открыла, раскопала и посмотрела, в чем дело, я сразу поняла, что я их марганцовкой сожгла. Я расковыряла семечко, и оказалось, что вот эта марганцовка, крутейший такой раствор, он из-за длительного пребывания вот в этом растворе, она туда проникла и сожгла вот этот зародыш. Вот прям обжегся зародыш, и он все, он стал не жизнеспособный. Поэтому новичкам я с марганцовкой даже и не советовала бы связываться, потому что сейчас много есть других, более таких мягких, но марганцовка, она все-таки выручает тех, у кого нет садовых магазинов в населенных пунктах, если внимательно все это... А, и еще есть рекомендации специалистов, чтобы не получилось так, как у меня. Если вы боитесь химических ожогов, которые может быть однозначно при использовании марганцовки, то эти семена, которые вы хотите протравить, их сначала немного держат в воде, чтобы они чуть-чуть, как взяли в себя воды, а потом уже помещают в марганцовку. И тогда, даже марганцовка, когда начнет проникать, то, ну, короче, не будет вот такого ожога. А я как сделала? Я наложила сухие, передержала, и еще держать. Держать не рекомендуется очень долго, но если вы марганцовкой будете пользоваться, вы, конечно, прочитаете инструкцию, посмотрите все. Но вот с марганцовкой у меня был горький опыт. Сейчас расскажу про водку. Водка, это тоже было издревле такое средство народное, которое было безотказное. Оно же вроде как там спирт, оно все это протравливается. Раньше даже и рано протирали. Но вот года три назад, три по-моему, я снимала видео про замачивание, про предпосевную обработку и сделала дезинфекцию водкой. И вот эти сорта, несколько сортов, которые я водкой дезинфицировала, у меня не взошли вообще. То ли такая водка сейчас у нас, то ли водка попалась спаленая, но вот с водкой я теперь тоже хочу сказать вам, что вы должны осторожно действовать. И я не стала больше ни водкой, ни марганцовкой, потому что это нужно лишний раз расстраиваться. То ли они у тебя потом взойдут, то ли не взойдут. Очень хорошие для протравливания, вот биофунгициды все эти, которые как фитоспорин, другие там. Но это, я сразу хочу сказать, что это не подойдет тем, у кого в прошлом году была фитофтора, и кто предполагает, что семена заражены вот этими бактериями фитофторы, вот этими патогенными микрофлорой, они более мягкие. После замачивания в фитоспорине фитофтора может все-таки не погибнуть. Бывает так, бывают случаи, люди жалуются. Все мягкого действия, фунгициды, природные вот эти, подойдут только тем, у кого, вот как у меня, не было в прошлом году, например, фитофторы, кто уверен, что семена с чистых растений, просто как вот для подстраховки, фитоспорином или где-то здесь какие-то, ну вот я сейчас показывала, не буду уже снова рыться, но какие-то, короче, мягкие средства. И повторю еще раз, особо для тех, кто боится брать семена с томатов, которые были больны фитофторой. Но ведь есть такие районы, есть такие огородники, у которых без фитофтора не обходится ни одного года. Это что значит, вообще семена свои не собирать? Ну нет, конечно, можно собирать. Но тут надо применять, повторю снова. Это уже вот самые жесткие, такие как медный купорос. Его разводите, там не помню сколько-то, ложка, ну я даже дозировку сейчас, у меня в журнальчике все выписано, вы можете узнать и в интернете или где. Но вот медный купорос, это верный такой, самый жесткий, он токсичный. Его даже сейчас вроде как не рекомендуется вообще в огородах применять, но для протравливания семян никакого вреда он вам не принесет. Это не плод, вы не будете их кушать. Как протравливатель, он зарекомендовал себя прекрасно, идеальный. Если у вас была фитофтора, если вы собрали все-таки свои семена, или если вы взяли у кого-то семена, которые вы вообще не знаете, какого они качества, вдруг они с больных растений, то, конечно, можно протравить медным купоросом. Ну и, конечно, вот эти самые сейчас препараты последнего поколения, как я говорила в предыдущем видео про превикур, я давно на него уже перешла, потому что он избавляет от двойной обработки. Смотрите, мы же сначала, как я говорю, протравливание, это самая первая процедура. Это вот при классической предпосевной обработке мы сначала протравливаем, потом мы их стимулируем, чтобы они немножко как взбодрились, семена проснулись, и еще некоторые замачивают, чтобы сократить срок от посева до первого растения, ну, до выхода первой петельки. Но, начав пользоваться превикуром, я поняла, что это вот для меня идеальный вариант, потому что у меня рассады много, у меня времени всегда не хватает, и тут у нас совмещается и протравливание, и стимуляция. То есть, а, так еще и протравливание земли. То есть, я ничего не делаю с землей, я ничего не делаю с семенами. Готовлю грунт, раскладываю семена, поливаю все это вот превикуром, те дорожки, где у меня семечки. Ну, и ясно, что все околосемянное вот это вот грунт, он весь проливается. Закрываю все, и закрываю сверху. Сухим грунтом больше не поливаю. Вот в течение нескольких лет я так пользовалась. Никаких заболеваний, никаких патогенной микрофлоры, ни разу, пу-пу-пу, с тех пор ни разу не было ни черной ножки, ничего. Так что вот эти средства, когда вы будете выбирать, ясно, что оно, марганцовка самая дешевая, самая доступная, это ее плюсы несомненные. Она такая, как, это демократичное такое средство, вот от простого и к сложному. А превикур, это ясно, что он самый дорогой, самый такой высокотехнологичный, самая современная. И между ними вот эти все средства идут вот как лесенкой. И вы должны сами определить, какими вы будете пользоваться. Все вам покупать не надо. Список вот этот полный составлять, вот все, что я называла, не нужно. Я же вам говорила, там и марганцовка, и перекись, и можно, и водкой люди делают, и биофунгицидами, и химическими фунгицидами, и вот этими вот всякими, которые можно протравить, где совмещены, тут и стимуляция, и протравливание. Каждый выбирает для себя по цене, по доступности. Вот у нас, например, это сложно достать. Когда это не достаем, пользуемся другим. По зараженности семян. Тут вы решаете сами. Все, до свидания. Я надеюсь, доступно все это объяснила. Я это объясняю только для чего? Для того, чтобы новички, ну, не покупали все наобум, все подряд. Может быть, им это совсем не нужно. Может быть, они выберут какое-нибудь простенькое средство, изучат рецепт, и будут пользоваться им на протяжении многих-многих лет. Я знаю людей, которые до сих пор не отказались от марганцовки, 30 лет пользуются марганцовкой, нахваливают ее, и действительно получают хорошие результаты. Вот так. До свидания. Продолжение следует...